Спиной к залу. На группу отдержки вы покричи, покричи. Второе выступление уже победа. Дмитрий Гоменюк бодибилдингом занимается 6 лет. Из них год соревнуется. Мужчина выступал в категории «Мэнс Физик». Судьи оценивали тонус кожи, сухость тела и яркость выступления. Все детство парень посвятил лыжным гонкам, но однажды настало время что-то менять, признается спортсмен. Что-то надо менять в жизни, что-то перестраивать, что-то надоедать, приходит что-то новое, вот, нашел новое увлечение. А сколько лет лыжами занимались? 12 лет. А потом вот что-то щелкнуло, да? Да, что-то захотелось поднабрать массы, и так понеслось, поехало, закрутилось, затянуло. Тренер Дмитрий отмечает, физическая нагрузка – это лишь 50% успеха на соревнованиях. Важно также не забывать и о яркой подаче спортсмена на сцене. Мало того, что нужно спортсмену подготовить его форму и тело, нужно еще ее правильно преподнести и показать, чтобы не было каких-то перекосов в теле, и яркий образ, который запомнился судьям и бросался бы в глаза. Мужчины соревновались в пяти категориях. Самое сложное – большой бодибилдинг. Рассказывают спортсмены, тренировочный процесс может затянуться до нескольких лет, поэтому участникам турнира можно стать в любом возрасте. Здесь же есть категория мастера. Можно 60+, 70+. То есть ты можешь себя поддерживать в отличном состоянии, будешь здоровым, хорошо выглядеть, выделяться, скажем так, из общей массы. В среднем подготовка к соревнованиям длится до 12 недель. В эти дни главное для бодибилдеров следовать четкому плану. Тренировки 3-4 раза в день, питание без быстрых углеводов и полноценный сон. Здесь главное не перемудрить. Я бы сказал, если форма хорошая, то не стоит делать с лишним поиплястом или объедаться, или опиваться. Лучше не доделать немножко, чем потом перемудрить и испортить форму. В соревнованиях приняли участие девушки. Их подготовка ничуть не меньше, чем у мужчин. Спортсменки признаются, в зале приходится проводить по 4 часа в день. Пить можно только по графику и определенное количество воды. Участницы соревновались в нескольких категориях, среди которых и новая. У нас категория очень красивая. Это где очень красивый большой низ, более раскачанный, спортивный. И красивые большие бедра. Очень красивая категория. Победители турнира наградили медалями, кубками и денежными призами. Через 10 дней у спортсменов новый старт. Чемпионат России. Соревнования по бодибилдингу традиционно проходят осенью и весной. В планах у организаторов проводить подобные турниры во Владимире ежегодно.